Доброе утро! 12 января родился Бенджамин Франклин. Мир знает его как государственного деятеля, дипломата, ученого. Он доказал электрическую природу молнии и придумал молниотвод. Кроме этого, Франклину принадлежат еще множество других необходимых изобретений. Но немногим известно, что еще в детстве этот неординарный американец изобрел первые ласты. И каждый год почти полмиллиона детей придумывает что-то новое. Это игры, гаджеты, роботы и техника. Да, кстати, такие изобретения, как меховые наушники, батут, перчатки без пальцев и даже калькулятор. Это тоже результат работы детского ума. Вот о том, что же изобретают российские дети, наши современники, и как впоследствии применяются их изобретения, наш следующий сюжет. Звездная галактика. Между планетами курсирует спутник Чибис-М. Точнее, его 3D-модель. Этот проект космического исследования Земли – работа 12-летнего Артема Васинюка. Это было достаточно сложно, поскольку спутник не имеет достаточно четких образительных деталей, поэтому фотореалистичности пришлось стекать с помощью мелкой детализации. 3D-моделями сейчас никого не удивишь. Только вот создал его Артем без чертежей. За основу взял пару снимков из интернета. Ну, я писала в Институт космических исследований. Я учусь в пятом классе. Вышлите мне, пожалуйста, чертежи спутника. Ну, к сожалению, мне не ответили, поэтому пришлось создавать мою трехмерную модель по фотографиям. Этот проект уже знаком многим, хотя бы по аэрокосмическому шоу «Макс», в котором Артем принял участие. А недавно ему предложили снять целый сериал. Теперь ежедневный режим Артема расписан по минутам – учеба, работа, проекты, встречи с другими разработчиками. Отрывается только, чтобы дать визитку. Ну, или полюбоваться на галактику. А это уже другой ученый, 16-летний Илья. Пару лет назад он задался вопросом, как показать фазовые изменения в космосе, избегая сложных терминов и теорий. Воздух, масло, вода – это три фазы. То есть, если смешать их, то есть, встряхнуть контейнер, допустим, они смешиваются все, то есть, и потихоньку разделяются. На Земле они разделяются по действиям сил тяжести, сил плавучести и так далее. То есть, вот, все просто объяснимо. А в космосе этих сил тяжести, ни тяжести, ни плавучести нет. То есть, они разделяются только под действием диффузии и поверхностного натяжения. Поэтому и интересно было сравнить, как они там будут себя вести. Свой эксперимент молодой ученый уже успел провести в условиях невесомости. Ингредиенты для исследования космонавты взяли с собой во время одного из полетов. Гипотеза подтвердилась – фазы в галактике не смешиваются. Сейчас десятиклассник уже начал работу над другим исследованием. Правда, такие случаи, уверяет Александр Колосков, научный руководитель Артема Ильи, скорее редкость. Чаще молодых ученых недооценивают, считая, что они заново изобретают велосипед. Проблемы есть. С одной стороны, космические исследования уже ведутся довольно давно. И молодым ученым, особенно детям, трудно придумать что-то такое, ну, что еще не придумали до этого ученые. Открытия бывают и у юных разработчиков. Главная задача сферы образования, по мнению Колоскова, это поднять интерес к исследовательской работе и уменьшить отток наших специалистов за границу. Наталья Гончарова и Кирилл Зыков. LifeNews. Вот эти ребята занимаются под руководством научного руководителя Александра Колоскова. А у нас с утра пораньше есть в студии, к нам пришел тоже один из воспитанников Александра Колоскова. Это Александр Лицев, юный исследователь. Саша. Саша, доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Ты занимаешься научными разработками. Да. Расскажи, что ты уже изобрел. Я изобрел создать эксперимент с моим научным руководителем Александром Викторовичем Колосковым, который помог мне провести этот эксперимент. Я выращивал космические огурцы и земные группы для того, чтобы провести, какие изменения произойдут в космосе и на Земле. То есть космический огурец, это что? Ты брал его земной аналог, такой же, да, расскажи вообще нам, более популярным языком, скажем. Мы ездили в Институт медико-биологических проблем, взяли два сорта огурцов второй группы, было проведено два группы экспериментов. Вот сейчас показывают огурцы вот эти, вот они самые, да? Да. Это они росли в микропорнике. Вот. Мы ездили в Институт медико-биологических проблем и упаковывали в чашки петри пластиковые два сорта огурцов, по два. Эти два сорта огурцов были проведены на Бионом-1, где они были в открытом космосе. То есть вы их вырастили на Земле, а затем вы всё-таки их запустили в космос, что называется? Да, там, где они провели один месяц. И что с ними стало? Они как-то по-другому стали расти по сравнению с тем, как растут огурцы на Земле? Нет. После этого мы вернули их на Землю и высадили как раз в этом микропорнике. Выводы получились в том, что невесомость не влияет на какие-то характеристики растений. Они получились совершенно одинаковые. Были маленькие недочётки. То есть точно так же огурцы, как растут на Земле, точно так же они могут вести себя и в открытом космосе. В космосе. Ну, наконец-то. Саш, спасибо тебе. А то мы как-то вообще переживали на самом деле. Ты внёс ясность благодаря своему эксперименту. Скажи, как в голову такая пришла идея этого эксперимента? Вообще, эти эксперименты такие уже были проведены в разных странах. Это эксперименты по созданию замкнутых систем жизнеобеспечения человека. Но этот данный научный проект был проведён с помощью научного руководителя. То есть ты не первый. А у нас в стране, наверное, первый опыт. У нас в стране уже проводились такие эксперименты космонавтами. И выращивались только на МКС. Ну, это взрослая исследовательская работа. А вот что касается детской научной деятельности, то такой эксперимент у тебя первый, да? Благодаря вот тебе. Скажи, а почему решил заняться наукой? Может быть, футбол? Какие огурцы? Ну, мне эта деятельность является интересной, так как здесь приходится много думать. И можно изобретать что-то новое. Саша, сколько тебе лет? 12. 12 лет. А учишься ты в какой школе? Лицей номер 15-25 в Воробьёво горе. А класс какой? В седьмом классе. Да, ты уже наверняка определился с профессией. Да. Кем хочешь стать? Я стану учёным и, скорее всего, взрослым нейрохирургом. Вот так вот. Нейрохирургом? Да. Но при этом можно заниматься и медициной, и наукой. И биологией тоже, да? Вот то, что интересно. Ну, а больше всего, знаешь, не каждый ребёнок посвятит себя вот таким экспериментам, какой-то научной деятельности, потому что много соблазнов. И гаджеты различные. Да, да, да. А здесь же надо работать. Что тебя привлекает? Здесь меня привлекает как раз мой научный руководитель, который мне помогает. Я занимаюсь у него в кружке природы под микроскопом. То есть занятие интересное, да? Да, по сути. И, собственно, все мои руководители и педагоги привлекли меня к этой деятельности. А сейчас работаешь над чем-то ещё? Да. Что следующий проект какой у тебя? Мы будем проводить микробиологический паспорт растений, огурцов. И позже будем проводить эксперименты на МКС, выращивая эти огурцы. То есть с космонавтами отправятся твои огурцы? Да. На Международную космическую станцию? Такое сотрудничество продолжится. А скажи, а почему сейчас на Международную космическую станцию? Ведь они уже побывали в космосе, огурцы. Что сейчас хочешь исследовать там? Сейчас я должен исследовать как раз микробиологический паспорт растений, чтобы надо быть уверенным, так как очень дорого высылать непроверенные предметы. И надо проверить сначала. То есть убедиться, что всё хорошо. Да. А скажи, пожалуйста, как относятся твои сверстники к тому, чем ты занимаешься? Ну, в школе я уже делала насчёт этого презентацию. Им понравилось. Очень интересно. А как ты попал вот в этот научный, научное сообщество детское? Ну, однажды Клазков Александр Викторович предложил мне заниматься этим проектом. И я сказал да. А сколько времени ты уделяешь в день и научным исследованиям? Ну, когда как. То есть у меня очень загружены и тренировки, и как раз кружки, и лицей. А чем ещё занимаешься, вот помимо научной деятельности? Что успеваешь? Бейсбол, художественное слово и много очень научных кружков. Физиологии и медицины человека. Ты наверняка круглый отличник. Ну, почти. Почти. Есть ещё над чём работать, да? Это мелочи, над которыми, в общем-то, ты в скором времени поработаешь. Саша, ну что, мы хотим пожелать тебе успехов, наверное, Лен, да? В следующих изобретениях и экспериментах, которые ты задумал осуществить, в частности, опять же, с огурцами космическими, которых хочешь отправить на Международную космическую станцию. Спасибо, что к нам пришёл. И, кстати, это утро, оно было не безинформативным. Мы узнали благодаря тебе действительно много интересного и нового. Успехов тебе. Спасибо. Мы напоминаем, у нас в студии был Александр Лицов, юный учёный. Мы говорили о его научной разработке, космическом огурце. Продолжение следует...